Вчера президент в своем послании Вчера впервые так ясно и четко в послании президента прозвучала эта мышь, но одновременно подкрепила тем, что нужно единство всех национально-государственных сил. И это абсолютно верно, но единство всегда достигается за счет справедливости, за счет развития, за счет уважения к человеку труда. Эти проблемы должны решаться каждый день и прежде всего в стенах Государственной Думы, которая обязана принимать справедливые законы. Самым справедливым законом должен быть бюджет, который распределяет ресурс страны так, чтобы бедные не беднели, а получали помощь и поддержку, чтобы малоимущие могли поправить свое положение, обездоленные получали реальные пособия, а деловые, грамотные и профессиональные люди – простор для своего творчества. Сегодня будут принимать бюджет в третьем чтении. Этот бюджет не соответствует ни одной из установок, о которой вчера говорил президент. Мне казалось, что эти два документа обязаны быть хорошо стыкованы, продуманы и посылы, которые высказал президент, поддержаны в соответствующих статьях бюджета. На мой взгляд, правительство проводит свою либеральную линию. Государственно-патриотическая линия во внешней политике президента не получает внутреннего подтверждения, что реально ослабляет страну. Если посмотреть на конкретные цифры и факты, то следующий бюджет 16 триллионов, он равен бюджету 8 триллионов рублей 2014 года, потому что рубль обесценился вдвое. Значит, бюджетом 8 триллионов надо ответить на все вызовы. Но для того, чтобы произошло развитие, а именно на базе развития можно обеспечить единство, надо иметь бюджет 25 триллионов. Вот это правительство должно знать и все делать, чтобы получить такую доходную базу. Ни одно из наших предложений, начиная от прогрессивной шкалы налогов до госмонополий на спиртоводочную промышленность, ими не поддержано. В результате полунищий бюджет, нищающий стране. И этот бюджет обеспечит еще кризис как минимум на три года. Но ослаблять страну мы не имеем права, ибо действительно терроризм распоясался и превратился в планетарную угрозу, прежде всего в угрозу для нашей страны. Напоминаю, что с 2000 года количество терактов в мире выросло в 9 раз. За прошлый год в 162 странах совершены теракты, погибло почти 33 тысячи человек, и объемы этого насилия нарастают. В этой связи надо бы принимать более энергичные решения. Мне думалось, что Государственная Дума и Совет Федерации вернется ко всем предыдущим трем посланиям, принимая важные законы и документы. Хочу напомнить, что наиболее объемным было послание президента в 2012 году. Этот состав Думы слушал вчера последний раз послание президента. Но в 2012 году президент довольно четко сказал, нам угрожают многие в мире опасности. Этот вызов напоминает войну. Действительно так. Нам надо все сделать, чтобы перейти от сырьевой модели к модели развития. Но тем не менее, ничего существенно не сделано. Заявил о том, что мы должны провести реальное импортозамещение. И ставил задачу в течение четырех лет отказаться от импорта продовольствия и решить эту проблему. Вчера он продлил этот срок еще на 4 года до 2020 года. Конечно, помидоры турецкие можно заменить, но я боюсь, заменят не краснодарскими, а будут искать еще где-то там за кордоном. Мы 10 лет убеждали правительство и президента, что нельзя распродавать землю матушку, что это преступление. Вчера рады, что услышали 41 миллиона гектаров, захапанные всяким жульем, перекупщиками, брошенные и зарастающие бурьяном и березняком. Вдруг надо пустить в оборот. Но каким образом опять отобрать и выставить на аукцион для распродажи? Ну, вы же распродали эту землю, и она не вошла в обработку. Землю должен обрабатывать тот, кто на ней живет и кто в состоянии это сделать. Часто обращаются к опыту американцев. Хочу напомнить, в свое время, когда Хрущев ездил в Америку, он был в гостях у Гарста, знаменитого фермера. Так вот, когда Гарст уже ослаб, встал вопрос, кому передать землю и свое хозяйство. Так собрался совет фермеров и сказал, сыну вы не отдадите, а передадим племяннику, который умеет работать на земле и имеет соответствующее специальное образование. У нас всякое жилье, все упыри захватили землю и теперь будут перепродавать очередным упырям под руководством чиновников, которые уже это допустили. Не решит это никакой проблемы, кроме как обострит и дальше социальную ситуацию в стране. Мы считаем, что чтобы выйти из этого тяжелого кризиса, надо прежде всего реализовать программу развития. Можно объединить людей на развитие, на безопасность и на справедливость. А развитие требует поддержки всего науки. Вчера не прозвучало этого тезиса, хотя ФОНО лезет во все институты и пытается командовать. Та же лезет проводить международную жизнь, на что неуполномочено. А уж науке они ни черта не понимали и понимать не могут. Если посмотреть образование, то и дальше. Эта игидизация школы продолжается, которая готовит серую клепую личность, не способную к творческому труду. Если взять промышленность, вчера правильно президент сказал создать фонд, он поддержал на закон о промышленности. Но в этот фонд надо вложить 20 миллиардов. Чтобы промышленность развивалась, надо не 20, а 200 миллиардов вложить как минимум. Тогда будет основа для длинных кредитов и постройки тех объектов, которые рванут в страну вперед. На пороге четвертая промышленная революция. Она требует другого образования, классной науки, системного подхода. Она требует уникальных профтехучилищ, которые дадут не только профильное образование, но и дадут прекрасное общее образование как фундамент для развития творческой личности. К сожалению, и это осталось за кадром. Послушали наше предложение, добавили сельской школе 50 миллиардов рублей. Но вообще-то говоря, маловато. Но по крайней мере, хоть больному небольшая приварка в это трудное и нелегкое время. Если хотите уверенно смотреть будущее и обеспечить безопасность, предлагайте стране проекты. Проекты долгосрочные. Сейчас крутится вокруг Транссиба. Хочу вам напомнить эту уникальную историю. В свое время решение про Транссибу принимал Александр Третий. Это был умный, талантливый, сильный царь, при котором за почти 15 лет правления не велось ни одной войны, а южная граница была отдвинута на тысячу километров. Ему либералы и всякая рыночная публика доказывали, ваш Транссиб никогда не окупится и зачем туда закапывать деньги. Но у царю хватило мудрости, он далеко смотрел вперед, сказал окупиться и пригласил всех купцов и деловых людей вкладывать. Из миллиарда 400 миллионов золотых рублей в миллиард вложили купцы. Строили в год по 400 километров дороги. Киркой, лопатой, тачкой. И создали ту дорогу, которая нас спасла в 41-м. Она в 41-м окупилась за три месяца. Если бы ее не было, шесть дивизий, которые спасли Москву, никогда бы сюда не приехали и не добрались. В истории надо думать десятилетиями. А когда у правительства все крутится вокруг сводки текущего дня, и они не могут посчитать на пять дней вперед, руководствуясь прогнозами Улюкаева, то это правительство не справится. Сегодня вынуждены мы констатировать послания обеспокоенные, тревожные. Само по себе бюджет и работа правительства сами по себе. Пока будет такое правительство, никакое послание в России реализовать невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин